Непрофессиональные заявления. Так прокомментировал глава российского МИДа Сергей Лавров информацию о том, что Москва поставляет оружие движению Талибан в Афганистане. Накануне об этом заявил командующий войсками США в Афганистане Джон Николсон. Представитель Пентагона рассказал, что пулеметы и другое стрелковое оружие Москва поставляет под видом борьбы с ИГИЛ. МИД России подчеркивает, фактов, подтверждающих такие поставки, нет, а для тех, кто распространяет эту информацию, цитата, нет ничего святого. Такое заявление в интервью ОРТВ сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. О фейках в новостях и российской пропаганде Мария Захарова рассказала директору новостей ОРТВ Екатерине Катрикадзе. Федеральные российские каналы и не только некоторые интернет-издания, большинство, я бы сказала, они очень точно и четко пропагандируют те или иные направления. Например, вы говорите о фейковых новостях и так далее. А я спрошу вас, вы как считаете, это нормально, когда есть разнарядка, есть мы любим сегодня Трампа, завтра мы его больше не любим, сегодня мы поддержим Липен, завтра мы подумаем и так далее. То есть это... Я считаю нормально, когда сегодня я после работы в Комитете по информации по просьбе канала «Россия-1» вышла в прямой эфир соответствующие программы, о которой вы говорите. И я была вынуждена там дискутировать, мне вопросы очень неприятные и в очень такой жесткой тоннельце задавал американский журналист. Вот это я считаю абсолютно нормально, когда есть мнение одно и когда есть мнение другое, которое озвучивается непосредственно представителем той страны, о которой идет речь. Таких американских журналистов на российском телевидении огромное количество. Есть представители Украины, есть представители других стран. Вы считаете, что взвешенность есть на российском телевидении? Я бы сказала, что в отличие от ситуации на телевидении многих стран... Вот опять многие страны. Нет, ну мы же... Но сейчас ГМР Россия. Ну мы же сравниваем себя, мы сравниваем... Подождите, вот мы в отличие от Европы, Европейского Союза, я имею в виду Европу, говорю о Европейском Союзе, от Соединенных Штатов. Мы вообще-то очень молодая демократия. И у нас еще огромный путь, который надо пройти. Просто представьте себе, что у нас телевидение, которое сейчас есть, ему всего 20 лет, 20-25 лет. Все газеты, мы вот только-только отметили все их юбилеи, подписывала всем поздравления, потому что развалилась одна сторона, сформировалась другая, и процесс формирования этой стороны, он, в принципе, до сих пор еще не завершен. Когда к нам предъявляются вот эти вот высокие требования, я хочу все время сказать, ребята, у нас огромное количество недостатков. И в средствах массовой информации абсолютно. И сказать о том, что мы лишены пропаганды или всего того, что с ней связано, ну это будет просто, ну это неправда будет. Но простите меня, вот от чего мы ушли и сколько мы прошли, и сколько вы были в этом демократическом процессе. Совершенно разный путь. И куда мы все пришли. И сейчас мы пришли к тому, что сегодня мы, по-моему, сегодня опубликовали очередной на сайте Министерства иностранных дел антифейк относительно тех статей, которые сейчас появляются именно в западной прессе. О том, что, в частности, Россия поставляет талибам вооружение. Это не российские госканалы врут. Это врут там. Российские госканалы приносят, например, ведра с фекалиями на прямой эфир. Счастье, что мы имеем возможность говорить о том, что нам это нравится, а это не нравится. Это не имеет отношения к фейкам. Фейк это когда целенаправленно, в том числе по указанию государственных структур, средства массовой информации распространяют заведомо ложную информацию. Я еще раз хочу сказать, что информация о том, что Россия поддерживает талибан вооружениями, это просто, знаете, у русска есть такое выражение, ничего святого нет. Понимаете? И смысл этого... Зато у них нет запретных лиц в эфире, Маша. У них нет запретных тем в эфире. 26 марта митинг в России, ни один телеканал не рассказывает об этом. Алексей Навальный публикует расследование, которое смотрят миллионы людей в Ютьюбе. Нет такого человека Алексея Навальный, нет такого расследования. Я просто хочу сказать, напомнить вам, что Алексей Навальный был официально зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы. И имел, и участвовал во всех предвыборных информационных мероприятиях наряду с, в частности, господином Собяниным. Вот, понимаете, ну должна же быть объективность какая-то. Я совершенно объективно согласен. Я считаю, что нет никого, и ни одного места, ни России, ни любой другой страны, где была бы какая-то идеальная картина. Я говорю о том, что либо все садятся и вырабатывают единые стандарты, и по ним живут, либо мы плавно движемся к какому-то апокалипсису, потому что вот эта поляризация происходит все больше и больше у нас на глазах. И вместо того, чтобы искать точки соприкосновения, мир занят поисками точек разъединения.